Всем огромнейший привет! Снимаю сегодня новое видео о пустых баночках. Их накопилось достаточно таки много, поэтому не будем откладывать в долгий ящик. И начнем. Начну со средства, которое покажу первым и на котором не хочу задерживать много внимания, потому что я его уже не раз показывала. Это вот такое двухфазное средство Garnier 2 в 1. Это средство я использую для снятия водостойкой туши. И по сей день я достойной альтернативы не нашла по цене и по качеству, поэтому продолжаю один за другим покупать это средство и буду, наверное, им пользоваться и в дальнейшем. Следующее, что хочу показать, это вот такой вот гель для умывания от Avon. Он мне не понравился. Это серия Clear Skin для проблемной кожи. У Avon бывают откровенные лузеры и откровенные фавориты, но это средство относится к лузерам. Почему? Потому что это средство для проблемной кожи, но для меня никакого действия, как у средств априори для проблемной кожи, оно не оказывало. Никакого действия, никакого ощущения приятного не вызывало. Во-первых, консистенция, гель абсолютно не пенится, не дает никакой пены. По инструкции его нужно нанести на кожу, подержать какое-то время, потом вспенить и смыть. Но вспенить его практически нереально, его можно только смыть. Не дает никакого эффекта очищения. По ощущениям так точно, по эффекту, по-моему, тоже. Потому что никаких положительных сдвигов на лице в сторону избавления от проблемной кожи или снижения жирности тоже не наблюдалось. Неудачное средство, не буду его приобретать заново и тоже никому не советую. Следующее, что хочу показать, это вот такой вот тоник, чистая линия. Я думаю, многие его знают. Это для нормальной комбинированной кожи тоник с вальсельком. Я не могу объяснить этот феномен. Но мне вот нравятся некоторые средства чистой линии. И может не потому, что они очень качественные, и не потому, что они очень хорошо помогают. Скорее, потому что это некий такой возврат в прошлое. И приятно попользоваться чем-то таким, которое существует уже очень длительное время, которым я пользовалась несколько лет назад. Ну, касаемо этого тоника по действию, не знаю, мне нравится. Такая нейтральная водичка, приятная в использовании. Приятно пахнет, дает на лице свежесть, не оставляет никакой липкости. Почему бы и нет? Я, знаете, так покупаю иногда. И просто приятно пользоваться. Просто вот да, приятно пользоваться. Поэтому, не знаю, закончился. Очень милые упаковки, да, красивые, эстетичные. Ну, вот не знаю, какая-то у меня наблюдается вот такая вот любовь к чистой линии. Не знаю, чем это вызвано. Следующее, что закончилось, это вот такой вот крем для лица. Это NUX серия, о которой я снимала обзор отдельный. Серия называется, насколько я не умею читать на французском языке, но здесь что-то написано вроде крем Prodigis или как-то так. Мне не понравился ни этот крем, ни сама косметика NUX. Во-первых, потому что вот эта серия очень жирная для моей кожи. Запах неприятный, слишком пудровый, слишком тяжелый крем для меня. В общем, я так поняла, что косметика NUX это не совсем мое. Поэтому я закончила этот крем. И пока что больше к косметике NUX я не возвращалась. Следующее, что я покажу, это вот такой вот крем Nivea. Pure and Nature. Увлажняющий дневной крем. Там, по-моему, с алое или что-то такое. В общем, их вот эти стандартные линейки кремов. Тоже мне не понравился. Слишком парафиновый. Он, с одной стороны, нормальный, но с другой стороны, у него какая-то такая слишком парафиновая текстура. И на лице вот какую-то такую пленку оставляет парафиновую. Поэтому не ахти. У него такая белая-зеленая картонная упаковка была. И, по-моему, он с экстрактом алое. Здесь не написано. Просто написано Pure and Nature. Увлажняющий дневной крем. Вот так вот выглядит. Не знаю, не понравился. Так, знаете, там на шею, на зону декольте для лица слишком, мне кажется, поры блокирует и забивает их. И, может, там слишком много парафина или какого-то пальмового масла. Я не знаю. В общем, не понравился. Так, следующий крем, который мне очень понравился, а также понравился коже моего ребенка. Это вот такой вот крем детский от Бюбхен. Детский косметический крем. Мы вот пробовали именно в такой вот круглой голубой баночке. Продается и в Ацинсе, и в Космо. И я уже купила ему на замену вот такую вторую упаковку крема. Такую вторую баночку. Очень классный крем. Он замечательно помогает при проблемах на детской коже. Типа вот какие-то дерматиты, если на морозе обветрились сильно руки, какие-то покраснения, шелушения. Из детских кремов я не пробовала очень какие-то дорогие. Потому что, знаете, в аптеках продаются среди аптечных серий косметики, продаются и детские крема. Но они очень дорого стоят. По 300, по 350 гривен, по 250. Этот крем, по-моему, я покупала за 60. Сейчас он что-то 80. Ну, в общем, может, можно найти где-то дешевле. Покупала вот эту первую баночку за 60 гривен. Вторую я не помню, за сколько вы. Вот. Но он очень классный. Я его и для себя использую, если где-то какие-то шелушения или руки помазать. Но вот зимой на морозную погоду для защиты кожи рук детской. Или вот обветривание вокруг губы иногда бывает у детей. Аж такая кожица красная, шелушащаяся появляются. Участки на коже. Замечательно. Мы вот на ночь я пользуюсь, использую для этих целей. Утром, перед походом в садик, перед выходом на улицу. Просто замечательно. Крем просто отличный. Так. Для кожи лица закончились. Главное не перепутать и не показывать одно и то же по два раза. Перейдем к средствам для тела. Первое, что я вам покажу. Мне тут периодически светит солнце в глаза. Не обращайте внимания. Два геля для душа от Avon. Я заказываю постоянно гель для душа от Avon. И вы знаете почему? Не потому, что они как-то очень благотворно влияют на кожу. Они весьма посредственные. Но потому, что они очень веселенькие. Они очень разнообразные. Они отличаются по цвету, по запаху, по виду, по упаковке, по названию. И это добавляет некой такой разнообразности в жизни. Разнообразие в жизни. Вот. Поэтому я их покупаю. Это вот был крем-гель Calming Toscana. Энни Роли, Олива. Очень классный. Мне понравился. Он был такого веселого, желтого цвета. Желто-молочного такого. Тут еще на дне видно кремовой текстуры. Они все на кожу действуют. Знаете, они плохо, они хорошо. Нормально мылятся, очищают. Можно принять душ. Что еще нужно? Вот. Этот очень понравился гель для душа. Он очень приятно пах. Действительно приятно. И, так, знаете, приятно взять в руки. Следующий был не кремовой текстуры. Был гелевой текстуры. Прозрачный. Он был ярко-малинового цвета. И он тоже очень приятно пах. Очень таким фруктовым запахом приятным. И тоже ничем плохим, ничего плохого я про него сказать не могу. Тоже с удовольствием пользовалась. Хотя есть вот гели для душа от Avon Senses, которые мне не нравятся. Я тоже как-то буду показывать. В пустых баночках покажу. Есть такие, которые не удались. Вот. Следующее, что я покажу, тоже в Avon заказывала. Это Individual Blue. Вот такие вот гели для душа. Я заказала своему молодому человеку. И он, ему не понравилось. Ему не нравятся гели для душа Avon. Он говорит, они слишком дешевые. Вот по консистенции. Плохо мылятся. Их нужен большой расход. Они, у них нестойкий запах. Он говорит, хотя я как-то вроде пахнут, пахнут и пахнут. И достаточно сильно. Ну, не знаю. У каждого человека свои предпочтения. Он говорит, что запах не задерживается в ванной комнате. На теле не задерживается. Ему не понравилось. Хотя я пользовалась ненормально. Ну, действительно, это не очень дорогие гели. Поэтому, ну, есть как есть. Вот, кстати, в противовес. То, что ему нравится, например. Он очень любит линейку Axe. И вот этот Dark Temptation. Он меня просил второй раз купить. Вот ему нравятся очень вот эти вот гели. Ну, нравится и нравится. Если нравится, то, значит, надо пользоваться. Надо покупать. Так. У меня все уже начинает падать. Для тела закончили со средствами. Переходим к средствам для волос. И первую покажу. Это, опять же, Avon Loser. Это вот такая вот парочка. Avon Naturals. Я показывала, кстати, в покупках. По-моему, одних из недавних покупок. Это вот такая вот парочка шампунь и маска для волос. Это их серия как бы Herbal Care. То есть, с содержанием трав. Не знаю, насколько это соответствует действительности. Но это вот их зелененькие такие шампуни в зелененьких упаковочках. Этот шампунь Ромашка и Алоэ. Интенсивный уход. И маска к нему же. Начнем с шампуня. Абсолютно не понравился. Почему? Потому что очень скользкая, слизкая такая текстура. Неприятная. Плохо мылится. Как-то скользит между пальцами. Плохо промывает волосы. Не очень выраженно пахнет. Волосы быстро грязнятся. И шампунь абсолютно ни о чем. Поэтому я его заказывать второй раз не буду. Боюсь уже даже, честно говоря, заказывать что-то из Avon Naturals. Потому что, ну, вот это ни о чем. Маска. Дальше переходим к маске. Во-первых, у нее очень нелогичный объем. Потому что я привыкла видеть маски в более объемных упаковках. Но никак не в упаковках на 125 мл. Это во-первых. Во-вторых, она очень жидкая. Она буквально стекает сквозь пальцы. Поэтому расход у нее получается очень быстрый. А я ее буквально израсходовала раза, наверное, за три. И при этом она абсолютно никакого влияния мне на волосы не оказывала. Она слишком жидкая, чтобы смочь пропитать волосы, увлажнить их и придать им какое-то, оказывать на них какое-то лечебное действие, будучи вот такой жидкой. То есть эта маска, это так, знаете. Сделаем что-то, нальем в какую-то баночку и продадим. Ну, ну, я только так могу это обозвать. Дальше очень интересный шампунь, который мне понравился. Это некий аюрведический шампунь. Вот так вот это выглядит. Триуга Хербал. Вот эти шампуни я покупала и видела в продаже в эпицентре. И очень мне он понравился. Он относится к бессульфатным шампуням. Здесь нет СЛС, содиум лаурил, лаурет сульфата. Зато здесь есть какие-то более мягкие моющие средства, моющие основы. И несмотря на это, шампунь все равно хорошо мылится, хорошо пенится и хорошо очищает волосы. Он такого интересного коричневого цвета. Пахнет очень, очень у него такой эксклюзивный, знаете, запах. Что-то такое травяное, восточное, вот как-то так. Он очень такой необычный этот запах, но я не могу сказать, что он какой-то неприятный или резкий. Очень интересный запах, очень хороший, интересный шампунь. Очень недорого стоит. У меня всегда в обиходе есть шампуни с более такие утяжеляющие волосы, вот с силиконами. А есть шампуни бессульфатные. Следующая тоже покупка от Avon, которая оправдала мои ожидания. Это была вот такая маска для волос с экстрактом черной икры. Я заказала второй раз маску, но не с экстрактом черной икры, а в такой фиолетовой упаковке. Потому что очень мне понравилось ее действие, вот этой маски. Но мне не понравился запах. Заявлено с экстрактом черной икры, а я говорила уже, мне пахнет с таким запахом, как вот хвоя с рыбой. Ну, какой-то вот такой запах неприятный, поэтому не знаю. Ну, маска, кстати, очень классная. И действительно, вот эта маска, вот эта маска, она действительно заслуживает это название. И это название ей соответствует по ее действию, в отличие, например, от вот этой маски. Но стоит она для Avon не очень дешево. Стоит порядка 80 гривен по ценам каталога. Так, дальше переходим к жидкому мылу. У меня закончилось три упаковки жидкого мыла. Первое жидкое мыло, которое мне понравилось. Я, по-моему, покупала в каком-то из сетевых магазинов, типа Ева или Ватсонс. Малиновое жидкое мыло. Во-первых, очень большая, во-первых, достаточно-таки большая упаковка. Во-вторых, веселый розовый цвет. Хорошие свойства, хорошие свойства, но хорошо мылится, это жидкое мыло. Очень вкусно пахнет и очень приятно пользоваться. Мне понравилось оно. Дальше вот это вот было мыло... Было мыло... Мыло было. Было мыло Baby Love продается в Ватсонсе. Baby Love это марка, которая только в Ватсонсе представила. Это такие дешевенькие вообще средства для детей. В плане того... Нет, они нормальные, но они очень бюджетные. Там и салфетки влажные, памперсы даже, по-моему, продаются. Какие-то шампуни, гели, крема и вот мыло. Оно недорого стоит и оно вполне нормальное. Там у них и прозрачные есть мыло, и крем-мыло. Это было вот с персиком и виноградом. Неплохое. Нам понравилось. Дальше тоже мыло детское, которое мне не понравилось. Вот такое вот я в Ватсонсе тоже покупала. Baby вот с такой совой от нуля лет... Ну, точнее, от рождения. Но мне абсолютно не понравилось. Оно по консистенции, по свойствам нормальное. Но у него какой-то странный дозатор. Нужно сто раз нажать, чтобы оттуда что-то выдавилось. И, по-моему, он поломан. И я не хочу повторять, проверять, в следующей упаковке дозатор поломан или не поломан. Поэтому покупать больше не буду. Дальше вот такая вот гора зубных паст. Я, наверное, не буду тут сидеть и занудно рассказывать про каждую. Единственное, что я вам могу интересного рассказать. Во-первых, я изменила пасте от пасти, которая называется дракоша, которую я всегда покупаю Богдану. И купила... Что-то съела как-то неудачно. И купила вот такую вот пасту ушастый нянь для Богдана. Зубная паста заявлена с первых дней жизни. Но я вот не понимаю, зачем с первых дней жизни зубная паста. Ну, ладно. А вообще, зубная паста, действительно, если ей пользоваться с первых дней жизни, то она очень для этого подходит. Она такая нейтральная, без вкуса, без запаха. Не какая-то там мылящаяся. У нее нет никаких абразивных частичек. То есть она вот такая... Ну, я бы сказала, с первых дней жизни это не погорячились. Но вот для маленьких детей, которые только учатся чистить зубы и глотают пасту, вот это, наверное, она подходит для пользования. Но уже для более старших детей у нее недостаточно вот свойств для очистки зубов. Дальше вот была, кстати... А, я вспомнила, какая она. Богдан очень любит гелевые зубные пасты с какими-то фруктовыми вкусами. И я вот, надоела мне Дракоша, и я ему купила вот такой вот новый жемчуг детская с малиной. Она как для девочек, знаете, она такая переливающаяся перламутровая розовая паста с приятным таким термоядерным жвачечным малиновым вкусом. И очень, да, сладенькая, приятная детская паста. Он как раз-таки и любит малиновые и сладенькие. Так, следующее среди паст, что вам, как бы мне так сесть, наверное, подсяду к вам ближе. Следующее, что среди паст, так, у меня тут вот гора их. Нужно, наверное, закрыть всю. Да, так лучше. Уже в глаза начала светить. Так, что тут интересного у меня среди паст? Во-первых, вот на ютубе видела обзор одной девушки, которая говорила, что она не любит виноград вообще. Но вот вкус винограда в этой пасте ей нравится, поэтому она ее купила. И я решила тоже ее купить, потому что в ней якобы вкус винограда. Но купив ее, я поняла, почему она понравилась этой девушке, потому что вкуса винограда в этой пасте никакого нет. Вот, то есть она заявлена как с, вообще-то с маслом виноградной косточки или как-то так. Это биомед. Биомед, они там есть с кокосовым каким-то, ну, вот тут кокос нарисован, есть виноград, есть еще какие-то травы. Так вот здесь нарисован виноград, но не обольщайтесь, это обычная паста, и якобы в ней содержится какой-то экстракт виноградной косточки или как-то так. Но вкуса винограда здесь никакого нет. И я так подозреваю, что в пасте с кокосом, вот здесь изображенным, тоже нет вкуса кокоса, поэтому, поэтому так, облом получился. Следующую пасту покажу вам вот такую вот Max Sea White, Max White Colgate. А я люблю иногда этими пастами пользоваться, потому что они отбеливающие, и они отбеливают за счет таких маленьких пластиночек беленьких. Я не знаю, насколько они отбеливают действительно этими пластиночками, но так, что-то интересненькое. Выдавливаешь пасту на счетку, а там такие маленькие беленькие пластиночки. Вот, следующее, что еще интересное. Вот, кстати, понравились мне вот такие вот пасты, как бы вам их так показать, уже все руки в пасте. Вот такие вот Colgate Pro Interdental, такие небольшие упаковки, они, кстати, стоят не очень дешево, то есть там так, не бюджетно, больше 50 гривен, потому что даже у Colgate есть более дешевые пасты, более такие обычные и более дорогие, но они такие как-то более качественные. Так, это ничего интересного, это Санина бюджетные пасты, они с разными есть вкусами там и действием, но вообще это бюджетные пасты, и тоже они ничем не отличаются особенным. Это Happy Moments Dracosha, который я Богдану покупала и который уже немножко надоели. И лесной бальзам, такие странные пасты, зеленые с травяным вкусом и запахом, но когда надоедает мятный вкус и белый цвет, то в ход идет вот такая зеленая жижа. Вот, и последнее, что я вам покажу, это по части парфюмерии. У меня вот закончился вот такой вот Versace Bright Crystal, я думаю, что многие знают этот запах, и я с удовольствием использовала эти духи до конца, и мне тоже нравился этот запах. Я бы его охарактеризовала, как вот качественно сваренный компот с большим количеством фруктов. Куда не пожалели фрукты разных видов, добавили достаточно сахара, сварили его достаточно насыщенным. Им этот компот вкусный, очень вкусно пахнет. И взяли вот этот компот и им интерпретировали его в парфюмерный вид. То есть сделали из этого компота духи, причем сделали эти духи не просто какой-то там бюджетный производитель, а производитель, который может тратить на компоненты для парфюмерии побольше денег, а потом продавать эту парфюмерию за цену повыше. Вот, поэтому это такой для меня является вот компот, качественный, хорошо сваренный, интерпретированный в духи. Вот, но это все было сказано в хорошем смысле, потому что аромат мне действительно понравился. Он такой девчачий, весенний, приятный, он не навязчивый, он не удушающий, он не сладкий, это более, больше относится, мне кажется, к типу фруктовых, фруктовых запахов. Хотя, по-моему, заявлено как цветочно-фруктовый, но я здесь больше чувствую компот. Просто хороший, качественный парфюмированный компот. Вот так, вот. Второй раз пока не повторяю, не покупаю, но использовала до конца и с удовольствием. На этом пустые баночки заканчиваются. Всем большое спасибо за внимание, всем пока!